Друзья, доброе утро! Я записываю черный фильм, один из важнейших фильмов в своей жизни. Вы сейчас меня поймёте. Вот. Это один из моих друзей. Я всегда горжусь дружбой со священнослужителями. Эти люди ближе к Богу. Они играют роль и в моей жизни тоже. Почему? Потому что я верующий, потому что я знаю, что загробная жизнь существует, я знаю, что душа вечна и так далее. Поэтому я с огромным уважением, пиететом отношусь к таким людям. А сейчас, отец Алексий, мне нужна будет моральная помощь. Может, вы не откликнетесь, прошло несколько лет. Я же не знаю, мы не молоды. Странно, что я ещё жив. Вот. Что-то меня не отпускает туда, в райский сад, работать. Кстати, в райском саду, я считаю, надо работать, а не отдыхать. Человек, который привык работать, для него отдых – это пытка. Но, поехали. Это важнейшее письмо и важнейший фильм в моей жизни. Внимание, я очень, я очень разволновался. Очень. Итак, Юлия, отнеситесь серьёзно. Это будет длинный рассказ. Мне нужно доказать, что те самые люди, в данном случае, в храме, не правы. Валерий Константин, здравствуйте. Ситуация. Посадили на территории храма 30 сеянцев из ваших косточек и семечек прошлой весной по вашей технологии. Вы поняли? По этой технологии моей сеянцы. Всем объяснилось, что это сад по железобу. Поэтому посадка на целину, на холмы. Запомнили? На целину, на холмы. Сейчас мы такую, я это… А, вторая причина. Эта причина важнее, но и та очень важная. Мне уже сказала… Было просто письмо. Таких тысяч у меня за все годы. Я не привеличил тысячи. Вот. 25 лет, не коту под хвост. Мне поверили тысячи людей. И вот женщина пишет. Соседи меня, значит, долбят. Значит, зачем мы сделали холмы, ведь теперь корни замёрзнут. Ведь и где-то же правы. А теперь она меня спрашивает, совет, а что делать. Я сказал, я сделал целый фильм про холмы. Я объединил две темы. Но тема вот эта важнее. Итак, Юлия пишет, что посадка была сделана на целину и холмы. Территория очень подходящая. Южный склон по железову. Целина по железову. Вокруг территории высокие многолетние деревья и кусты, как защитная полоса. Ну, мечтать даже. Это ещё делать не надо её. Уже принялись расти неплохо. Почти все при минимальном уходе. Но случилось ранней весной зайчику пробраться. Вот так. И он остригся сеянцы, какие до корня, какие на пенёк. Уже сейчас видно, что часть сеянцев от спящих почек тронули с рост. Каковы их шансы? Отличные шансы. Абрикос не так просто убить. На один вопрос я ответил. А вот это беда. Это пострашнее зайчика. Просто так же. Приход решил облагородить территорию. Вот дальше то, чего нельзя категорически делать. И это буду доказывать, доказывать. Последняя жизнь. Вот буду лежать в ящике в деревянном. Руки будут на груди. А я ещё буду что-то там это. Шептать. Последнее это я буду говорить. Не пропахивайте целену. Не спиливайте защитные деревья. Не садите газон, чтобы красиво было. Вот это я буду повторять. Потому что мне иначе жизнь зря пропала. Вы понимаете? Да. Вот этот человек мне поверил. Вот этот вот. Вот этот вот. Вот. Я горжусь тем, что он мне поверил. Что он мне предложил дружбу. Но ведь ещё тысячи других, которые невежественно их научили. И главное, самое страшное, что их научила вот эта вот расхожая технология. Вот что плохо. Читаем дальше. Итак. Пропахать целену. Так. Давление у меня подскочило на 10. И спилить защитное дерево. Ещё на 20 подскочило. Посадить газон. Чтоб красиво было. Ведь для этого же надо уничтожить всё плодородие почвы. Сразу говорю. Начинается учёба. Ребята. Пропахать целену. Это вы, надеюсь, объясните им потом. Это уничтожить все, не всех. Большую часть бактерий, которые живут. И которые являются основой основ. Потому что есть мёртвая почва. Где мало бактерий. И живая почва. Где много бактерий. И именно бактерии-то является основой плодородия. Вот. Кто-то когда-то, абсолютно полуграмотные люди, когда началось печатное дело, это 19 век. Вот кто-то с дур. Вот раз. Начинаем сад с пропаской целины. А я, извините, я долго буду говорить. В 1992 год. Ельцин сказал, берите землю. Вот. У меня никто и не собирался давать. У нас, знаете, в отношениях к закону. Какой-то горожанин, подавай ему 5 гектаров. И давай мне эти самые, козни строят. А вы сдайте экзамен. А принимать их будет заместитель Шушинского постсовета по сельскому хозяйству. Вот сдадите ему экзамен. Вот тогда и по землю дадим. А сами хихикывают. Я же горожанин, у меня кроме дачи никогда ничего не было. Я попросил 5 гектаров. Я имею право. А если я дурак дураком, что мне право должны давать-то? Подумаешь, что в законе не написано, что горожанам нельзя. И я 5 или 8 дней. Время уходило. Я 5 или 8 дней. Я хотел весну не пропустить. Значит, обложился книгами. Каждая книга, а они были... Как там было написано в книге? Для сельхозвузов. Вторая книга. Для этих самых. Для сельхозтехникума. Тогда еще не было этих дебильных, как колледжей. Вот. И каждая из них начинала. Берем участок земли под промышленный сад. А я-то 5 гектаров так и писал под промышленный сад. И что мне это самое... Что там было написано? Русский черным по белому. Вот. Распахать. Вот это была страшнейшая ошибка. Я этого не стал делать, потому что трактора не было. Но потом оказалось, что слава богу. Я его купил только через год. Но слава богу, что трактора не было. Я посадил нераспаханную церену. А дальше что было, вы уже знаете. В этом месяце исполнится 4 тысячи моих фильмов. А позади 400 этих самых. Статей в крупнейших газетах. Я же не ссорился, как говорится, не пальцем деланный. Вот так вот. И вот она про церену я уже сказал. Спылить защитное дерево, это надо умудриться. Еще защитное. Ну. Посадить газон, чтобы красиво было. А я вам сейчас покажу, что не обязательно садить газон, чтобы красиво было. Итак. Снова выкопать сеянцы. Вот после того, когда пропахать церену, посадить газон, а потом выкопать и снова посадить. Искалечить за то, что с таким трудом мало им зайца. Они хуже зайцев, тех, кто это придумал. Заяц не такой вредитель. Потому что ведь они же сейчас выкопают. Или вы будете это делать, или уже без вас. Я бы на ваше место послал бы всех. Вот. Потому что там бесполезно что-то доказывать. Идем дальше. Вы пишите, Юлия. Я объясняю им, как могу. Что выкопать их нельзя. И все остальное это безумие. Вот настоящий я человек. Вот настоящий садовод. Как нас мало, Юлечка. Жаль, что я с ним могу поцеловать. Ой. Зоны вкусно и зона красиво. Должны быть отдельно. И создаваться по разным принципам. Вот. И они не виноваты. Их просто кто-то учил, кто-то что-то слышал. Кто-то начитался дебильных этих... О, как их назвать. В интернете я называю это помойкой. Спасите, пожалуйста, от обращения ко мне. Ой, развал сейчас. Успокойся, секунду. Юлия, вы пишите. Спасите, пожалуйста, от обращения ко мне. Снимите видео, пожалуйста, на эту тему. Я пришлю деньги на фильм. Кто-то мне прислал... Кто-то мне прислал 3 тысячи. Это не были были. Вот. Мне каждый фильм обходится в 200 рублей. Вроде бы недорого. Но я их снимаю уже с не сотнями, а тысячами. Получается, очень много денег приходится тратить. Поэтому, если прислали, то прислали. Если нет, то самое главное сделали. Вы фильм... Ой, вы этот письмо прислали отчаянно. Дальше. Ваш фильм. Вот мы его создаем. Отправляю в нашу группу. Может образумиться. Успеть бы, ребята. Кончается весна. Ведь не дай бог, когда закончатся сокодвижение, возьмут пересаживать. И наши с Юлией абрикосики будут дохнуть. И так искалечены этим зайцем. Последняя надежда на вас. Очень жаль. Такое подходящее место станет непригодным. Для здорового сада на многие годы. Подходящее место. А ведь их не так много в России. Их миллионы гектар. Но кто их знает, где эти миллионы? Ведь людям дают не там, где можно сад вырастить. А по принципу, на тебе, Боже, где нам не гоже. В общем, непонятно, что страшнее. Зайчик в саду или людское университет. Конечно, людское университет. Тульская область. Ну что, Девс, Алексей. Если услышите, мы с 2018 года не общаемся. Пять лет прошло. Вот. Я вашу фотографию использовал, показывая вот этих детей, которые ни в чем не виноваты. И которых потом вырастут. И тоже по дебильным статьям, по дебильным фильмам будут садить. Вот они пока дети. Вот бы их переучить. А как? Вот. Нас ведь с вами в школу-то не пустят. Вот. И так садоводство по Жельзову. Юлия, милая, это пока официальный ответ Юлии, я тоже расстроился, фильм сниму и на вебинаре в понедельник покажу и прокомментирую ваше письмо И очень постараюсь, осаженцы абрикосов, они отрастут от корней и примут кустовидную форму, не беда Ну и тут, друзья, я сразу прокомментирую, всегда, когда вмешивается природа, а природа это морозы, ветра, тяжелый снег, обламываются ветки И еще много причин, и наконец заяц, с его острыми зубами, вот, все это заставляет дерево принимать кустовидную форму Дальше, все, что выживет, пусть заяца выжить они должны обязательно И если их не станут трогать лопатой, вот, они будут расти кустом и ничего страшного не случится Это запасной вариант природы, это заложено в программе Вот, те самые, я еще раз отклонюсь на минутку Всегда, когда любые поводы находят, чтобы отрезать часть веток, называя их неправильными, негодными, жирующими, ненужными, вредными Вот, дерево принимает кустовидную форму И веток становится еще больше Эти суперспециалисты, они светятся каждый день на экране С миллионами просмотров, это самое страшное И они с умным видом, это, ветки находят, находят, им уже нужно засветиться как И уже в серебрянике зависит от длины фильма И они все находят, находят ветки А потом, и они, может быть, и правда искренне это говорят Потому что не являясь настоящими садоводами Они не знают, что отрезав одну ветку, получаешь три Отрезав три, получаешь девять И не знают, девять отрезав, получается, двадцать семь Двадцать семь отрезав, получается, восемьдесят один, и так далее Не знают Или, думаю, знают, но хихикают Мне главное в серебрянике получить А последний с Амаканского телевидения договорился Вот такие раны делал И говорил, ни в коем случае их не замазывайте Тогда не зарастет, как будто она зарастет зимой И вот такая незамазанная рана Вот На наших глазах убивают деревья И это хихикает над нами Самое страшное, когда искренне Когда человек искренне, ему больше верит Итак, про кустовидную форму мы поговорили А дальше начинается небольшой Как это назовем? Небольшая лекция Значит, я сейчас объясняю Вроде бы напрямую к вам не относятся Но помните второе письмо? Валерий Костинец, соседи меня ругают За кусты, за эти За форму холмов И говорят, саженцы замерзнут Потому что замерзнут корни Ну, давайте смотреть Кстати, сейчас я специально ходил Двадцать третий год Вот, холмов-то почти не видно То есть, надо было все-таки больше делать Они практически расплылись Чтобы сделать их покатыми Сейчас покажу Ладно, чуть позже Чтобы сделать их более покатыми Вот, видите, обложил этим самым Старым-старым перегноем Вот И тогда, получается, холм, он чисто символический И вряд ли корни замерзнут Да и не замерзнуть А про этот сад вся страна знает В пятнадцатом году был посажен Сейчас это такая роскошь Это я как бы в пятнадцатом году Я старый волк В пятнадцатом году мне было шестьдесят пять лет Вот Я сдавал экзамен Сотня фильмов здесь снято Последовательно, специально Что да, учу Имею ли право А вот сад заложил А вот докажу, что я не постарел А вот докажу, что я Что это не случайно мне был сад Ткнул, растет Знаете, как на юге Палку ткнул Вот тебе и дерево Действительно так бывало И у меня на Украине Мы же ходили в лес И нарубали Мы дети этих самых Нас родители заставляли Мы нарубали этот самый Ивняк И огородик там Давали пару соток под картошку Под морковку Нам, военным Детям Военным А мы их дети помогали Раз этим Фимволически Такую оградку К осени Мощный лес растет Так это была Западная Украина Волынская область А здесь что? Ага, ткнул, вырастет И вот получается Только здоровые корни И черт, ты ж, ты их убьешь Но корни Это другой вопрос Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...